Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие коллеги, Знаете, часто студенты не очень ценят эстетику тюридетности, любить. Как-то, если вдумываться, это не таким напряженным умом студента, которому нужно сдать экзамен, и посмотреть действительно эстетически, и вспомнить, что красота один из, может быть, не самый надежный, но все-таки один из критерий истинности научной, то в теории Леонтьева я бы выделил, пожалуй, из самых красивых идей, на мой вкус, является идея задачи на смысл. Мы все помним прекрасно такой хрестоматийный пример, который поясняет задачу на смысл, когда человек после, казалось бы, успешного дня идет домой, испытывает некоторые осады, и потом в минуту какой-то внутренней тишины начинает восстанавливать по этому осадку, по этой эмоции восстанавливать смысл. И, действительно, это понятие задачи на смысл взглянуть именно как на задачу, которая, как во всякой задаче, что-то должно быть дано, что-то должно быть искомым, должны быть способы решения задачи и другие элементы, то понятно, что эта задача определяется прежде всего двумя параметами. Дано эмоция, найти личностный смысл. И так, эти два концерта являются структурными элементами кивырия сознания Гонтьева, образующими сознание, как он формулировал. И, исходя из этих простых выкладок, можно сделать некоторое обобщение. Если вот эта красивая, но частная идея задачи на смысл репрезентирует движение от одной образующей сознания к другому, а их не две, то можно ввести общее понятие задачи сознания, в которой по одной образующей сознании мы восстанавливаем, или от одной переходим к другому. И тогда мы получаем, так сказать, некое множество задач сознания, которые удобнее, может быть, рассмотреть не на прямой, не на той модели, которую сам Алексей Николаевич Леонтьев предложил, модель образующих сознания, а на некоторой её чуть более дифференцированной версии, которую когда-то я предложил, выведя из теории образующих вот такую простенькую модель, которая названа «Тетрадь сознания». Она исходит из простого предположения, что каждый образ сознания детерминируется в конечном итоге предметным миром, с одной стороны, миром культуры, с другой — миром языка, с третьим и внутренним миром человека четвёртым. Каждый из этих миров имеет представителя в сознании. Предметный мир представлен полюсом предмета, мир культуры — полюсом значения, внутренний мир — личностным смыслом, и мир языка — словом или знаком. И вот та небольшая инновация, которую эта модель вносит в телеобразующих биотево, состояла в том, что у него чувственная ткань чаще всего мыслилась и понималась как материя предметного образа. Но клинические данные, ну не только клинические данные и наблюдения, показывают, что не только предметный полюс образа, но и любые все другие полюсом имеют свою специфическую, характерную, чувственную ткань. У слова есть внутренняя форма слова. Когда-то моя дочка, я ей была тогда 4 года, услышала от брата старшего слово «гугл». Она говорит, слово какое-то с насморком. «Гугл». Вот она не понимала значение этого слова, но чувственную ткань слова, маленькими буквами «с» и здесь «з», «п», я обозначу эти чувственные ткани специфические. Чувственная ткань личностного смысла является эмоцией. В эмоции нам дан смысл, но дан непосредственно в чувственной форме. Итак, задача сознания, задача на смысл, которую ввел Леонтьев, это движение от эмоции к личностному смыслу, реконструкция этого элемента образа. И перед нами, если взять самую простую комбинаторику, один из этих восьми, получается, узлов образа может быть дан, а один задан, искомый, мы получаем как минимум 56 задач сознания, хотя это можно было бы числом умножить. Позвольте мне привести никакой особой радости, когда в теории появляется чего-нибудь больше, чем три или четыре нет, потому что сознанию трудно обращаться с таким большим количеством объекта. Поэтому я ограничился восьми с половинами. Половина связана с тем, что чувственные ткани предмета, эмоции, слова являются представителями некоторого еще, но здесь не обозначенного полюса сознания, но который, по-видимому, тоже влияет на сознание. Это полюс тела. Если его как-то локализовать внутри этого тетраэдра и не забыть, что тело так или иначе участвует в порождении образа, то мы получаем, ну пусть хоть половиночку отдадим телу, и могут быть специфические задачи, где искомо являются некоторые телесные переживания. Вот несколько иллюстраций, которые показывают эвристичность этой модели. Если взять противоположную той задачи, которую предложил Леонтьев, задача на смысл, противоположную ей задачу на эмоцию. Когда дан личностный смысл, а найти нужно в сознании, нужно найти эмоцию. Это, вообще-то, ну, некоторая парадоксальная, оказалась, на первый взгляд, задача, потому что... То есть можно подумать, что она является просто формальной, типологической возможностью, и, может быть, за ней нет никакой эмпирической реальности, потому что эмоциональные переживания, как известно, даны нам всеми собой, и мы не ставим задачу радоваться и испугаться. Эти чувства нас сами, так сказать, приходят, догоняют, они не являются неким целеполаганием. И на этом факте основан, скажем, метод парадоксальной интенции Франта, аналогичные психотерапевтические приемы, усиление симптомов и так далее, когда пациент, скажем, страдающего от фобии высоты, просят показать, как жутко, сильно, ужасно он может бояться прямо в кабинете, и эти попытки поставить задачу на эмоцию прямо, конечно, большей частью не удаются, и пациент испытывает некоторое облегчение от своей неспособности испытать страх. И тем не менее, задачи на эмоции существуют, и каждая культура, прежде всего, приписывает, предписывает человеку испытывание тех или других эмоций, их особенностей. Если вспомнить замечательное исследование Вишбитской, то она, например, показывает специфическую, как бы, логику японской благодарности в отличие от европейской. Японец должен по этому, так сказать, эмоциональному кодексу национальному должен огорчаться, испытывая благодарность, сокрушаться, а не радоваться, в отличие от европейца. И потому что кто-то сделал ему хорошее, потратил на это свое время, силы, и, соответственно, японец должен выразить свое сожаление, что уважаемый господин потратил силы и время на него. Он должен ему сопереживать, что вот он, так сказать, огорчен из-за того, что ему доставил некоторое удовольствие или благо. И так культура приписывает, но, конечно, японцы в ней, так сказать, никакой прерогативой на задачи на эмоции не испытывает. Скажем, стихотворение Тючева вот дается яркий такой пример задачи на чувство. Это стихотворение, в котором он описывает мучительные переживания потери и при этом и при этом парадоксально, но внутри этого страдания особо мучительные минуты связаны с тем, не с тем, что он испытывает очень болезненные чувства, а с тем, что он как раз атрофируется способность чувствовать. Возникает, как поэт пишет, слезам умилению нет доступа, все пусто и темно. и завершается стихотворение вот такими строками. О, Господи, дай жгучего страдания, мертвенность души моей рассеи, ты взял ее, но муку вспоминания, живую муку мне остарпанье. Смотрите, что дано? Дано личностный смысл, здесь абсолютно к сознанию ясно, безутешность, одиночество и так далее. и все же пока пока есть это страдание, слезы, то незримо присутствие минувшего. Это цитата. А, так сказать, интрига, всегда в каждой задаче должна быть некоторая интрига, не конфликт, то, что озадачивает, собственно говоря. И интрига здесь является то, что посреди вот этого беспросветного страдачества застоя, как пишет поэт, бывают особенно тяжелые часы и дни, когда утрачивается живое непосредственно эмоциональное переживание. Вот, собственно, исковым и парадоксальным является эта задача на чувства. То есть поэт просит не избавления от страданий, не облегчения, а возрождения способности чувствовать страдания. Вот. Он просит жгучего страдания и живой муки. Вот. Ну, а стратегия в данном случае эта задача решается попыткой такого поэтического молитвенного обращения о Господе дай жгучего страдания. Задача на предмет. Это огромный класс задач, туда, может быть, с точки зрения теории сознания помещается вся теория восприятия. И, разумеется, этот класс очень многообразен. Очень многообразен. приведем один пример. Пожалуй, одна из таких ярких иллюстраций такого варианта задачи на предмет, когда дана чувственная ткань предмета, являются известные эксперименты Лагвиненко по изучению инвертированного зрения. И выполнены под руководством Леонти в основном. И напомню, что речь в этих экспериментах шла о реконструкции видимого мира по видимому полю. Видимо, поле изменилось, чувственная ткань сознания изменилась, и нужно было реконструировать мир. Особенность этих экспериментов в том, что здесь не такая локальная задача на единичный предмет. Для того, чтобы у испытуемых восстановилось видение отдельных предметов, нужно было решить такую интегральную задачу восстановления видимого мира. И в этом смысле классификация может быть умножена. Иногда сознание ставит задачу не на тот или другой полюс отдельный, а вот как в этом случае на мир, в данном случае на предметный мир, как большую стратегическую задачу, в рамках которых уже решаются локальные задачи на отдельные предметы. Если вы помните, в 60-е годы была такая одно время мода, так называемые трудлы задачки, когда рисуется такая фигура и участники этой игры должны догадаться, построить гипотезы, что это такое. Один из красивых ответов это франк зажатый в лифте и такие задачи репрезентируют тоже тренировку сознание на решение той же задачи, когда дана некоторая чувственная ткань предмета, нужно реконструировать целостный предмет. В поэзии особенно загадки, задачи или соответственно такого рода поэтические упражнения создают для детей детской поэзии тренировку специальную сознание на этот счет. Знаменитое стихотворение Хармса так и называется «Что это было?» То есть оно выражает именно в вопросе названия стихотворения задачу на предмет. Я напомню, я шел зимой вдоль болота у галошек в шляпе и очках, а вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, он бегом упустился, влез, к ногам придел две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял в речке, и долго думал, снял очки, какие странные дощечки, непонятные крючки. Строго говоря, дощечки и крючки не являются чувственной тканью предмета сами по себе, но являются по отношению к тому целостному предмету лыжам и конькам они могут так быть осмыслены. То есть художественный прием здесь, так сказать, нарочито разрушает вот такой предметно-ситуативный гештальт. Кто-то едет на коньках по замерзшей реке, этот гештальт разрушается. Вот. И, так сказать, вот этот незадачливый герой, одетый не по сезону в галошах, в шляпе и в очках, он поражен этими странными, так сказать, перемещениями кого-то на дощечках и крючках. То есть ребенку-читателю дается на шанс проявить сообразительность решить ему задачу на предмет. Вот подобные загадки достаточно распространены в фольклоре и, так сказать, культура считает своим долгом воспитывать у своих представителей такую, так сказать, высшую техническую функцию как решение задачи на предмет. Еще одна и последняя иллюстрация, не пугайтесь, что я 56 иллюстраций буду приводить, задачи на слово. Задачи на слово, тоже их множество, естественно, в зависимости от того, что дал сознание. Мы в строчке известной Фордовского горовой сплеч еще успеть без проволочки немой боль слова облечь. Задача, когда дана эмоция, нужно выразить ее в слове. Но эта ситуация относительно простая, потому что слово ищется из готового, так сказать, лексического запаса. Более сложные задачи на слово тоже постоянно возникают в поэзе, когда слово создается, да, может быть, из уже имеющегося в языке материала, но все-таки реконструируется. Вот пример из приглашения на казнь Набокова, когда слово формируется, буквально художником формируется. Напомню, что там, так сказать, в качестве данного в этой задаче является переживание ужаса, безысходной несвободы, тюрьмы героя. И вот нам как описывает это писатель. Он использует для описания этого состояния слово тут. Вот как оно раскрывается. Тупое тут, подпертое и запертое, читую твердо, темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. В этом случае стратегия решения задачи на слово, созидание этого слова, его выращивание. Целостная конструкция фразы, которую я только что прочитал, она изоморфна этому ключевому слову тут. И она вся целиком заставляет читателя чувственно пережить тюрьму этого слова. Сначала аллитерация закрытых Т и Д. Тупое тут, подпёртое и так далее. И при артикуляции которых язык силой запирает рот. И дальше П запирает рот уже плотно сжатыми губами. Затем идет аллитерация протяжного У. Тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас. Это середина фразы. И, наконец, в конце, на третьем такте, снова аллитерация Т и Д. Держит, теснит. И вот эти три части фразы отображают три буквы слова, выявляя и усиливая его чувственную ткань. И весь буквенный состав слова насыщается чувственными энергиями непосредственно переживаемой тесноты и безысходности, что превращает слово в символ, телесно воплощающий в себе экзистенциальный смысл эффекта безысходности и ужаса. Вот пример такого поэтического созидания слова и решения задачи на слово при данном смысле. Некоторые выводы, которые можно сделать из этих и других неназванных конкретных анализов иллюстраций. Сегодня уже шла речь, что теория сознания Леонтьеву позволяет в принципе свести в одном поле мыслей и предметную и смысловую логике и предметный и смысловой мир. И идея о множественности задач сознания мне кажется это может проиллюстрировать на конкретном эмпирическом уровне. И логике с многих может быть других выводов которые бы я хотел завершить мне кажется можно сказать вот что что в теории деятельности Леонтьева есть как бы это из татуарной атомарной представления о сознании а есть процессуально деятельные и первые в общем доминируют мне кажется что раскрытие вот этой стороны процессуальной деятельности теории сознания через понятие задач сознания выведенные из одного примера Леонтьева мне кажется может усилить эту функционально динамическую сторону теории сознания Леонтьева спасибо спасибо Федор Ефеевич